Здравствуйте, меня зовут Ольга Аряева, мне 37 лет, я живу в Москве, работаю в киноиндустрии, секретарём. Я закончила недавно второй модуль школы коучинга, я учусь, прохожу медленно, но уверенно могу так сказать. Мне позволяет мой тариф платином, я взяла большой тариф, осознанно я его взяла, он мне позволяет проходить школу в своём темпе. Вот. Так, я тут записала на листочке свои мысли, чтобы их не потерять. Да. Как я и писала ранее, это в первом модуле, я была такой тревожной, неуверенной в себе, боялась подойти, заговорить с незнакомыми людьми. И для меня было вообще нереально. Я как... У меня от одной мысли внутри всё сковывало, сжималось, руки-ноги прям вот холодели. И я думала то, что... А вообще будут ли этим людям со мной интересно общаться? И я как бы всё время сидела, молчала, отмалчивалась. И все думали, что я такая тихая, спокойная такая девочка. Вот. А на самом деле внутри меня бушевала тревожность такая, ну, и даже присутствовала какая-то зависть. То, что почему я хочу говорить, ну, почему я не могу, почему я боюсь, что такое со мной вообще происходит. Вот. Да. Да, я сейчас расскажу одну историю. Проходя в школе коучинга, я писала анкету на прохождение сессии с ассистентом. Я хотела пройти с нашим замечательным Андреем Усыниным, вот, ну, как мужчина. И я писала две недели анкету, вот, чтобы он со мной поработал. Две недели. Я писала, потом стирала. Дальше писала, потом стирала. Я так боялась нажать кнопку «Отправить эту анкету». Это просто был нонсенс. А через две недели я это сделала. А когда подходило время к сессии, к коуч-сессии, это было что-то. Я так боялась. У меня всё сковало внутри. Я обливалась каким-то холодным потом. У меня ноги всё сковывало. Когда он начал мне звонить, я думала, всё, я сидела и даже не знала, что мне говорить. Ну, в итоге я призналась в этом. Мы это отработали. Мой страх. Я сейчас вспоминаю просто, и для меня, ну, это просто смешно. Вот сейчас я смеюсь над этим. Сейчас я смеюсь, а тогда это было просто слёзы. Вот, правда, слёзы. У меня как-то подумали, Оля, ну что такого, как бы пообщаться с коуч-сессиентом, с мужчином? Для меня, с женщиной, да, вот с мужчиной у меня как бы остаётся вопрос до сих пор открытый. Ну, я с ним теперь не боюсь работать. Вот. Да, про личные границы и ответственность я вообще не знала, что это такое. Тем более про свои границы, как их отстаивать, и чтобы какие-то внешние люди ко мне не заходили. А про ответственность то же самое. Я вообще не знала, что это такого. Я во всём и всех критиковала людей. Я их обвиняла, винила их. Ну, сейчас, конечно, у меня тоже присутствует это, но не в большей степени, как было ранее. Да, я над этим ещё работаю, у меня ещё это есть, и я осознаю это, и я выношу на проработку. Вот. Так. Да, сейчас я стала внутренне спокойна и расслаблена. Я могу подойти и пообщаться с людьми на любые темы. У меня нету внутри вот этого мандража теперь. Да. А, я ещё стала снимать сторисы, писать тексты и выкладывать про себя, и выкладывать их в соцсети. И не боясь, что обо мне скажут и подумают другие люди. Страх публичности у меня тоже присутствовал, и до сих пор, может, он и есть. А он остался, но не такой, как раньше. Я эту тему раньше долбила, долбила, долбила. Я её прорабатывала с разными коучами и с учениками школы. Заходили с разных сторон, смотрели. Сейчас у меня всё это поутихло. Пока таких проверок глобальных от жизни не видела. Сейчас я могу спокойно снять и написать. Ну, пока комментариев таких негативных у меня не было. Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Да. Я осознала, что как я сейчас живу, зависит только от меня. Да. Самое главное ещё во втором модуле я сделала сепарацию с родителями. Сепарация с родителями у меня шла месяц. Для меня она такая была эмоционально тяжёлая, потому что я садилась в образы и папы, и мамы, и прочувствовала всю их ситуацию. Меня прямо сцепила мама. Я там рвела. Прям вообще. Теперь даже я могу посмотреть глазами маму, глазами, мамиными глазами на её жизнь, когда там что-то было, и почему она вела именно так, а не по-другому. Вот. И сейчас уже прошло три месяца, как я сделала сепарацию. И могу сказать одно, да, то, что вот буквально на днях мы справляли день рождения с моей племянницей. И там, конечно, была моя родня. И я вот смотрю на своих родителей, на папу и маму, и у меня только осталось к ним чувство любви и уважения. И для меня произошёл такой прорыв. Я в первый раз в жизни, в своей жизни, сказала им слова, то, что я их очень люблю, и то, что я рада и благодарна вот эти слова, то, что они у меня как бы... Всё у меня пробило на эмоции, потому что у меня теперь появились эмоции, слёзы. Ой, я не могу. И у меня даже мама тогда как прочувствовалась. Она говорит, Толя, спасибо, у меня слов... Мне никогда таких слов никто не говорил. Вот. А для меня это было в первый раз в жизни. Ну, как... Я никогда таких слов вообще не говорила, теплоты своим родителям просто. Да. Да, вот я тут ещё... Эмоции у меня пошли. Да, я открыла свои эмоции. Я их проявляю теперь наружу. Я их не зажимаю. Если у меня идут слёзы, я... Они у меня идут. Идут, кстати, неопроизвольно. Вот. Да. Сейчас. Я тут записала, просто мысль потеряла. За два пройденных модуля я у себя убрала 40 внутренних конфликтов. И я вижу такой колоссальный результат. Внешне, конечно, у меня не так заметно, да. Но внутри у меня... Внутри я ощущаю себя комфортно, легко и свободно. Да. Ну, все мои знания, опыты, комфорты, лёгкости, свобода, и я оцениваю... Да, я вообще их никак не оцениваю, они бесценны. Я не могу оценить, какую цену поставить за это. Я считаю то, что приобретение внутренней свободы, это и уверенность, и это вообще ценность. Ценность бесценна. Вот как могу назвать. Всё. Да, и хочу ещё поблагодарить наших замечательных коучей, коучей-ассистенток, с кем я... Кто со мной проводил сессии. Вот. И ещё хочу поблагодарить нашего замечательного капитана, это Татьяна Грабарева. Она с первого дня была моим капитаном. Она видит и видела мои изменения, какая я была до, какая я стала сейчас. Я не знаю, будет ли она смотреть это видео. Татьяна, я тебя благодарю за всё, что ты есть и за то, что ты делаешь. Вот. Ну, а я двигаюсь вперёд, медленно, но уверенно. Говорят, что там будет ещё интереснее. Всё. Пока.